Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также богослов по образованию. Сегодня мы с вами поговорим о здоровых отношениях, о признаках, которые должны присутствовать в здоровых отношениях. Семья — это прекрасно. Это очень здорово, если вы нашли человека, который вас принимает, который даёт вам поддержку в нужное время. Сегодня я сорвала такой прекрасный букетик живых цветов и подумала, надо говорить позитивно. Мы уже все устали от этой темы нарцисс, хотя я не думаю, что она какая-то токсичная тема. Она, наоборот, даёт нам повод к тому, чтобы задуматься о том, что если есть в этом мире такие ужасные отношения, следовательно, есть и хорошие отношения, к которым надо стремиться. Поэтому Евгения Саженцева не против брака, она только против абьюза. И я хочу, чтобы каждый из вас действительно нашёл человека, который будет вас принимать и с которым вы будете рядом чувствовать себя комфортно. Итак, назовём признаки здоровых отношений. В здоровых отношениях вы доверяете друг другу. Вы знаете, что если что-то расскажете человеку, то потом это не будет рассказано всему миру. Вы можете доверять какие-то тайны, секреты. Но тоже будьте осторожны. Если это только начало отношений, то, естественно, вы не должны сразу же рассказывать какие-то свои тайны. Нужно проверять человека и подольше дружить, прежде чем что-то доверять лично. Но тогда, когда вы уже знакомы больше года, то, естественно, если вы боитесь сказать что-то такое личное, то, значит, у вас нездоровые отношения, вы не доверяете своему партнеру. Итак, первый признак здоровых отношений – это доверие. Второй признак, по моему мнению, здоровых отношений – это безопасность. Рядом с этим человеком вы чувствуете себя в безопасности. Вы знаете, что если вы к этому человеку обратитесь, он обязательно вам поможет в трудной ситуации. Он не будет над вами смеяться. И в целом, в этих отношениях вы живете более или менее на дофамине, а не на адреналине. Когда у вас слишком очищенное сердцебиение в отношениях, когда слишком ярко бабочки в животе летают, то это не говорит ни о чем хорошем. Рядом со здоровым партнером вам безопасно и комфортно. И спокойно вы чувствуете спокойствие. Также вы чувствуете себя любимым. У вас нет ощущения того, что вы на каком-то сотом месте в жизни этого человека. Вы реально чувствуете, что вы много значите для человека в этой жизни. Следующий признак здоровых отношений – это понимание. Вы знаете, что человек вас понимает. Вы можете расходиться с человеком в каких-то взглядах. Вы можете даже периодически спорить, но об этом чуть позже. Но тем не менее человек вас понимает. Вместе вы растете как личность. Вы не теряете свою индивидуальность. Эти отношения приносят вам действительно радость. Конечно, в любых отношениях бывают конфликты. Но все-таки радости больше. Потому что если негатива – переизбыток, то это нездоровое отношение. Вы цените друг друга. Вы хотите быть рядом, вместе. Но не так, чтобы постоянно. Если вы с человеком 24 на 7, то это признак нездоровых отношений. Это уже признак того, что человек вас пытается контролировать. Вы хотите быть друг с другом. Но при этом, при всем, вы не теряете своих привычных занятий. Вы продолжаете заниматься своими хобби. Ходите в тот же спортзал, куда раньше ходили. То есть в вашу жизнь приходит что-то новое, хорошее. А старое хорошее, оно не пропадает из-за этого человека. Не так, что пришел человек в вашу жизнь. И вы забыли полностью себя, как индивидуальность. Вы продолжаете делать все то же самое. Человек не похищает вас из этого мира. Следующий признак здоровых отношений – это близость. Я говорю даже не об интиме. Я говорю о том, что вы чувствуете, что встретили близкого человека. Но опять же, будьте осторожны. Потому что если в начале отношений человек слишком во многих интересах с вами сходится, и он буквально зеркалит все, что есть у вас, и вам кажется, что это копия вас, то это как раз-таки признак абьюза. Скорее всего, человек что-то скрывает и пытается казаться, а не есть такой, как есть на самом деле. Итак, я хочу здесь подчеркнуть, что если человек постоянно с вами во всем соглашается, то, скорее всего, он прячет свое настоящее мнение. Скорее всего, он не такой, как есть на самом деле. Поэтому спорить в отношениях – это нормально. Приходить к каким-то компромиссам. Как раз-таки, если вы периодически о чем-то спорите, то это признак здоровых отношений. Если в начале вы уже иногда в чем-то не согласны друг с другом. Но, естественно, это не доходит до каких-то криков и рукоприкладства. Я имею в виду здоровый спор. Когда каждый высказывает свое мнение, уважая мнение другого, при этом все. В целом, у вас нет каких-то табу тем. Вы можете обсудить с человеком любую тему. И знать, что вас не осудят, что вас принимают. В здоровых отношениях очень важна поддержка. Если человек в вас верит, и вы верите в него. Даже если вы начинаете какое-то дело, и сперва кажется, что это какая-то ерунда, Вот человек, например, завел канал на Ютубе. И вы не говорите ему, что это детское развлечение. А вы говорите ему наоборот. Круто, ты добьешься успеха. И, соответственно, и он вам говорит точно так же, когда вы начинаете что-то новое. Вы друг в друга верите и поддерживаете друг друга. Ведь если мы поддерживаем друг друга, то мы скорее придем к успеху. В таких отношениях вы вместе развиваетесь как личности и приходите к успеху. А если человек, наоборот, в вас не верит и постоянно слишком чрезмерно критикует и говорит, что у тебя ничего не получится, соответственно, вы как личность будете угасать и терять себя. Я надеюсь, что вы встретите такого партнера, у которых все эти признаки будут преобладать, а может даже и больше. Друзья, я вам всем желаю здоровых, прекрасных отношений. Берегите себя. И помните, что в этом мире есть хорошие, позитивные люди. Но и сами мы тоже должны жить на позитиве. Ведь подобное притягивается к подобному. Всем пока-пока.